Всем привет! Чего не жду, а оно случится. Сегодня посмотрим вероятность событий, которых вы не ждете. Вероятность того, что все пойдет не совсем так, как вы запланировали. Что именно будет происходить вне ваших планов и действий? В этом раскладе, как обычно, будет одна позиция. Просто мне удобно данный расклад поделить на три части. Поэтому ничего загадывать не нужно. Просто слушаем расклад. Это единый целый расклад, одна позиция. Так, к чему вам готовиться? Что внепланово ворвется в вашу жизнь? Вам нужно будет самостоятельно принять решение по карте МАК. В связи с открывающимися обстоятельствами. В связи с чем-то новым, что приходит в вашу жизнь. Проявлять нужно будет решительность, мужественность. Вы стоите на пороге принятия решения или станете внезапно, неожиданно для себя на пороге принятия какого-то серьезного решения, жизненно важного решения. Принятие этого решения позволит перейти вам на следующий уровень, стабилизировать какую-то ситуацию, выйти из какого-то тупика. Карта Дурак, Старший Аркан. Переход на новый уровень, начало нового цикла, вашей ситуации, вашей жизни вообще. Но с принятием вашего решения. Здесь выбор будет за вами, как вы скажете, как вы сделаете, по какому пути вы пойдете. Так дальше и сложится ваша жизнь. Вы закрываете для себя дверь в чувства. Там, где были чувства, там, где была любовь, там, где что-то было кубковое эмоциональное. И идете вперед. Вы неожиданно для себя принимаете какое-то решение, и движение вперед начинается к звездам. Это к лучшему для вас, это к открытию новых перспектив, к открытию новых дорог для вас. Ситуация давно тормозит вас, как это из прошлого тянется. Очень серьезно вас тормозило, вы ждали, вы стояли на ожидании очень долгое время здесь. Стагнация была, но здесь обстоятельства сложатся так, что вы отправитесь к новым берегам. Откройте новые двери, или новую дверь какую-то в своей жизни, да, вам нужно будет умерить свои какие-то свои планы на... Свои планы, дело в том, что вы из прошлого как-то до сих пор не отпустили какие-то свои надежды, планы. Вот не отпущено это вам, и это вас тормозило, это держало вас в подвешенном состоянии, старший аркан повешенный. Вам это все нужно умерить, убрать постепенно, да, понятно, что прошлое не уходит быстро. Но вам совет избавляться от этого. Здесь сама жизнь вас подведет к этому. Вы не ждете этого. Но здесь сами обстоятельства сложатся так, что вы забудете о прошлом, увидев новые перспективы. Да, новые перспективы. Новые перспективы, кстати, могут касаться отношений, кубковая карта, чувств. Почувствуйте себя вновь женщиной, желанной, красивой. Да, мужчина здесь, король колес появляется, король пентаклей, да, для тех, кто по стандартной колоде смотрит. Тару, человек при деньгах, человек, умеющий заработать деньги. Да, мужчина, который сможет стать для вас в некоторой степени опорой в плане финансов. Да, прежде всего, карта говорит об этом. Так, еще элемент случайности. Это, кстати, вы можете не ждать появления человека, который неплохо зарабатывает в вашей жизни. Элемент случайности. Ух, туз, колес, пентаклей. Блестящий шанс благодаря вашей силе, воле, настойчивости, вашей энергичности, вашей красоте, вашей женственности. Вы получаете блестящий шанс улучшить свою жизнь, да, продвижение к новым берегам, как я уже вам говорила, открытие новых возможностей в связи с тем, что прошлое закрывается для вас, и обстоятельства вас ведут к совершенно новому, к чему-то новому. Вселенная ведет вас к чему-то новому. Блестящий шанс, который вам нельзя упустить. Давайте посмотрим. Блестящий шанс, да. Движение. Движение к чему-то новому. Ну, будете осторожничать. Будете осторожничать, потому что вас в прошлом, конечно, поколотило не на шутку. Настрадались, но будет шанс начать новое. Важно ваше движение, проявление вашей инициативы. Не впадайте в самообман, в иллюзии. Вы умеете, вас научила жизнь отличать добро от зла. Поэтому присматривайтесь к людям, к окружению. Принимайте решение правильно. Не отрицайте чувств, не отрицайте. Не отталкивайте, скажем так, человека, который придет к вам с чувствами старший аркан, влюбленный. Причем он как-то неожиданно ворвется в вашу жизнь, старший аркан колесница. И вас это немножко припугнет. Но элемент прошлого все-таки напомнит о себе. Вам совет не отталкивать человека. Это ваш шанс. Это ваш шанс улучшить свою жизнь, стабилизировать свою жизнь. Ну и напомню, что человечек при деньгах. Во всех отношениях этот человек будет правильный. Карта правосудия. Он честный человек. Он не манипулятор какой-нибудь. Он хочет действительно хороших, нормальных, человеческих, открытых, честных, надежных отношений. Ему можно будет доверять. Вот смотрите, это ваш блестящий шанс. Воспользуйтесь им. Хотя вы вот смотрите, сейчас вы можете думать, планировать как-то свою жизнь совершенно в другом направлении. То есть здесь важно вам быстро среагировать. Потому что жизнь поворачивает вас в другую сторону, ставит вас на другой путь. Вам нужно будет отказаться от каких-то своих планов, суметь воспользоваться вот этим шансом. Вселенная делает такие щедрые подарки нечасто, поверьте. Вам дается человек и возможность создать с ним действительно нормальные отношения. Человек зарабатывающий, человек, который обеспечит вам именно финансовую стабильность. Вам это нужно сейчас. Он поможет вам обрести эту финансовую стабильность. Не упускайте эту возможность. Ой, какие карты замечательные. Здесь также дается вам свыше возможность создать крепкий союз. Союз по любви, но и с материальной точки зрения, повторюсь, он будет тоже перспективным. Рыцар мечей, как всегда, карта холодная выходит рядом с теплыми картами, с энергетически сильными. О чем она говорит? О том, что на любом пути всегда будут препятствия, которые нужно будет преодолевать. И вам нужно будет не впадать в иллюзии, да, счастье. Понимать, что счастье нужно будет иногда и защитить. И будут какие-то еще разочарования, будет идти не все так, как вы хотите. Можно философски относиться к тому, что жизнь нас ведет не совсем по тому пути, по которому нам хотелось бы. Мы планируем свою жизнь, думая, что для нас это лучше. Но в итоге, в итоге, для того, чтобы поставить нас на верный путь, на наш путь, где мы будем по-настоящему счастливы. Вселенная порой дает пережить именно какие-то моменты болезненные. Будут и болезненные моменты. Но вам нужно будет просто относиться к жизни философски, да, преодолевать препятствия, идти вперед, да. Какая-то нестабильность. Здесь будут сомнения. Ну, для вас это всего лишь познание добра и зла, карта Иерафант. Вы познаете эту жизнь, мы все познаем эту жизнь. Мы здесь всего лишь ученики, да, для того, чтобы нам получить опыт, для того, чтобы подняться на новый уровень. Для вас тоже отношения с этим человеком будут своеобразным тренажером, да, познания добра и зла, познания темных сторон человеческой сущности и светлых сторон. Итог. Итог для вас. События, на которые вы не способны повлиять. Какой итог для вас они принесут? Какое влияние на вас окажут? У вас будет возможность создать союз. Двоечка кубков – это всегда союз. И всегда эта карта говорит о том, что человек не останется в одиночестве. Вокруг вас будут люди, будет праздник души, да, будет много приятного общения, будет любимый человек рядом, человек, который вам нравится. Да, будет какое-то противостояние, столкновение интересов периодически происходить в этих отношениях, либо с кем-то, с людьми на стороне. Вам нужно будет проявлять и стойкость духа, и характер, и проявлять свои, скажем так, умственные способности, ваш философский взгляд на мир показывать. Но это жизнь, это жизнь. Там, где сложности, там всегда интереснее жить, согласитесь. Да, здесь видите, как карта дьявола выходит. Там, где счастье люди обретают, там всегда появляется нечистая сила, которая стремится помешать этому. Но на самом деле воспринимать нужно все трудности, как тренажер, как возможность подняться на следующий уровень, как возможность вырасти личностно. Мы должны расти, мы должны совершенствоваться. Каждый человек должен обязательно в этой жизни переходить с одного уровня на другой. Отношения тоже самое, должны проходить определенные циклы. Поэтому приготовьтесь к тому, что не все будет идти так, как хотите вы, будет какая-то цикличность. То хорошо, то не очень, то борьба, то затишье. То разрушение, то возможность создать что-то новое. Но это жизнь, повторюсь, это жизнь, да, еще будет и сердечко разбито здесь немножко. Но боритесь, да, боритесь. Будут вас пытаться тут еще немножко сбить с пути, с вашего истинного. Дьявол карта сама по себе говорит о влиянии окружения, негативном влиянии извне. Потому что у вас союз, потому что любовь, потому что вы счастливы. И просто потому, что вы должны перейти на какой-то уровень, да. Наши враги, наши завистники, они нам помогают расти личностно. Я вам желаю личностного роста, желаю прекрасных отношений, желаю вам уверенности в своей борьбе за свое счастье. Увы, нам от борьбы никуда не уйти. Желаю вам правильного философского подхода к сложностям. И всего самого-самого наилучшего. Спасибо за просмотр. Надеюсь, расклад был вам чем-то полезен. Прощаюсь с вами совсем ненадолго. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...